Золотую осень уже более полувека встречают участники стартов по спортивному ориентированию. В этом сезоне живописные состязания прошли в Каймановке. На территории детского лагеря «Надежда» организовали старт для двухсот спортсменов. Будет борьба жаркая в лесу. Карта очень сложная, нет ни дорог, ничего, сплошной рельеф. Бежать очень технически сложно, но в то же время очень интересно. Все спортсмены любят эти старты, они с энтузиазмом к ним относятся. Уссурийские участники без преимущества, хотя в этих окрестностях уже бегали. Уровень спортсменов чемпионата и первенства края высокий. Претенденты на победу имеют хорошие навыки чтения карт и быстро ориентируются на местности. Знакомый лес изменился и после прошедшего наводнения. Из-за дождей немножко изменения по карте, перемыло, многие участки перемыто, которые пришли. Поэтому, конечно, трасса непредсказуемая. Что будет, что получится, уже увидим после финиша. Среди участников есть и молодые спортсмены. Для них это шанс выполнить спортивные разряды и набраться опыта. Выдают карты на старте. Начал заниматься зимой прошлого года. Самое сложное – это ориентироваться, определять место, где ты находишься на местности. И самое главное – не заботиться. Состязания прошли в форме эстафеты. Команды из двух человек поочерёдно отмечались на контрольных пунктах. Для участников было три старта – два дневных и один ночной. Но тут в пространстве ограничили детей. Они бегали по закрытой территории лагеря. Взрослые соперничали в ночном лесу. Но у каждого на карте был аварийный азимут, который позволял найти выход к финишу. Субтитры создавал DimaTorzok